Селевой поток, сошедший по этой дороге, проник в детский сад села Будурта Шаильного Аймака Тулейкон. К счастью, накануне было воскресенье и в здании никого не было. Первый этаж, только что отремонтированного дошкольного учреждения, был полностью залит грязевым потоком. Сейчас здесь ведутся очистительные работы. Мы только что завершили ремонтную работу в детсаду. Сегодня я планировала отчитаться о проделанной работе. Но из-за природного катаклизма случилось такое вот непредвиденное обстоятельство. Сейчас весь первый этаж затопило грязевым потоком. Нам помогают спасатели, а также работники ближайших школ и садов. Кроме этого, большая вода попала и в жилые дома. Один из них – дом Курманбека Сулейманова. По его словам, такого сильного грязевого потока в селе еще не было. Раньше, конечно, тоже бывали селевые потоки, но не такие сильные. Мы ничего не можем сделать. Все в руках Всевышнего оказывается. Пусть Всевышний бережет нас. Спасатели всю ночь ввели очистительную работу в жилых домах. Также от сели пострадали пять баз отдыха в Толейконе. 14 июля было эвакуировано почти 500 отдыхающих горожан. В настоящее время проводится очистка территории с помощью спецтехники. Во время дождя мы закрыли все ворота, а также всех отдыхающих направили в более безопасное место. Благодаря этому пострадавших нет. После окончания дождя мы с помощью своей техники начали очистительные работы. Гражданам, напуганным внезапным природным катаклизмом, приезжают врачи, чтобы оказать медицинскую помощь. Обследуют в основном пожилых людей, маленьких детей и беременных женщин. От того, что сель был невероятно сильным, мы очень испугались. Мы такого не ожидали. Вместе с детьми на руках выбежали на улицу. Сейчас у меня повысилось давление, поэтому меня обследуют. Сейчас здесь работают 15 медсестер и 15 врачей. На данный момент прошли обследование более 60 семей. Кто-то находится в состоянии шока, кто-то получил травмы. Мы привезли все нужные лекарства и готовы всем оказать медицинскую помощь. В настоящее время в Толюйконе помимо спасателей работает скорая помощь, врачи, сотрудники милиции и других госучреждений. Специальная комиссия в настоящее время уточняет сумму ущерба. Ведутся работы по поиску трех пропавших граждан. Нагима Бакаева, Зайнат Ибраимова, Шашин Шаймкулов, Уларкай Назаров, ЛТР, Горотош.